МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как тут не процитировать, да, наших великих и могучих классиков? Любите ли вы кино? Так как любят его наши сегодняшние гости. Любят, показывают и рассказывают о нем. Телефон прямого эфира, еще раз напомню, 202-11-22 вам пригодится для того, чтобы не только задавать вопросы нашим гостям, но и отвечать на мои вопросы. Сегодня на кону у нас прекрасные розыгрыши. Это сертификат на квест, на ваш праздник, на любой, на день рождения, на свадьбу, на детский день рождения от Квест Тайм. И сертификат в кабинет красоты Татьяны Храмовой. Летом тоже можно делать всякие процедуры по уходу за кожей, за телом. Так что смело можете дерзать и отвечать на наши каверзные вопросы. Ну и, так сказать, запускаем небольшой опрос для наших зрителей. Какой последний фильм вы посмотрели? Какой фильм, может быть, вы рекомендуете к просмотру? Что-то великое, великую классику или, может быть, из новинок что-то? Ну, в общем, звоните и делитесь своими впечатлениями о просмотренных фильмах. Давайте знакомимся с нашими гостями. Итак, с нами здесь главный организатор международного фестиваля уличного кино в России Александр Ширяков. Здравствуйте. Здравствуйте. С нами также здесь организатор фестиваля уличного кино в Самаре Елена Потапова. Здравствуйте. И партнер фестиваля уличного кино в Самаре, то самое место, куда не зарастет народная тропа, это Аэрокино Айл Миронов. Здравствуйте. Ну, кому дать слово? Наверное, главному организатору международного фестиваля. Скажите, Александр, что такое вообще представляет собой ваш фестиваль? Как он начинался, как задумывался и что, собственно, собой сейчас представляет? Большой вопрос. Постараюсь стать такой же... Давайте, давайте. Мы никуда не торопимся. Хорошо, договорились. У нас в 2012 году прошел в Владивостоке саммит АТЭС, небезызвестный, в рамках которого в городе был построен замечательный амфитеатр на тысячу мест под открытым небом, с видом на море. И, к сожалению, в течение года он простоял пустой, никак не обживался. Муниципалитет, построивший его, как-то не наполнял его активностями, а горожане проходили мимо. Построили, построили, да? Да. И мы, как команда городских активистов, людей, которые как-то пытаются взаимодействовать с городом, как-то его обживлять, решили дерзнуть, натянули между деревьями экран, который порусило на ветру, и начали показывать абсолютно, может быть, даже незаконно. Я не знаю, ну, то есть мы как-то вот без согласования за всеми, да, абсолютно интервентом, начали показывать хорошее, доброе кино для всех желающих. И сами до конца не понимали, чем все это обернется, пока не начали собирать аншлаги, пока подобные уличные кинотеатры не появились в разных городах Дальнего Востока, и пока на наши показы не начал проходить глава города, вот тогда мы поняли, что, в принципе, это... Задумка удалась. Задумка удалась, стала новой городской традицией, и особенно, конечно, мы гордились своим проектом, когда наш уличный кинотеатр стал местом не только о кино, о культуре, а вообще, в принципе, о городском активизме, потому что, допустим, если в 10 вечера мы начинали показывать кино, то уже в 8-9 вечера к нам приходили молодые музыканты, молодые поэты, режиссеры, проходили... Весь андеграунд Владивостока. В общем, вот все самое интересное, что в городе было, оно как-то перетекло к нам, и мы поняли, что проект действительно нужен городу, что он оживляет города, и что его бессмысленно держать на Дальнем Востоке, его надо масштабировать, и так совершенно закономерно выросла идея создания фестиваля уличного кино. Ну, то есть, получается, вы уроженец Владивостока? Да. То есть, там всю жизнь жили, живете, а сейчас вы представляете фестиваль в разных городах России? Уже даже в разных городах Европы. Да, это очень здорово, об этом мы тоже поговорим. И во Владивостоке, я так понимаю, кино так выяснилось, любят и ходят? Ну, выяснилось, да. И какое же кино обычно собирает аншлаги? Вы знаете, самое разное. Начинали мы, конечно, с культовых лент. С классики, да? Да, и с советской классики, и с американских каких-то фильмов, типа Форста Гампа или Бойцовского клуба. А в какой-то момент мы, ну, поняв, что огромное количество людей приходит, и надо что-то с ними делать такое более осмысленное, мы начали показывать краткометражки молодых приморских режиссеров. Начали показывать ленты, которые несут какие-то посылы социально-гуманитарные, к примеру, и так далее. Начали проводить бактериальные акции на площадке уличного кинотеатра. В общем, ну, какую-то социальную нагрузку. Выжить все максимально, да? Да, да. Здорово. Как так случилось, что решили привезти и в Самару фестиваль? Ну, вот когда возникла идея фестиваля личного кино, мы посмотрели на карту, выявили для себя 15 наиболее таких больших, наиболее интересных нам российских городов, и проехали через них в 2014 году. Напомню, что в Самаре мы уже второй год. Кстати, вот в этой же студии я давал ровно год назад интервью. И проехали. Очень, конечно, это было здорово воспринято российской публикой. Огромное количество людей приходило на наши показы. У нас помимо кинопоказов прошло почти 50 различных других активностей. Городские сообщества наполняли наш фестиваль велопробегами, лекциями под открытым небом, театрализованными постановками, фаер-шоу. В общем, это была такая культурная эстафета через всю Россию. И в какой-то момент у нас вышли европейские киноакадемии с предложением сделать что-то подобное в Европе. Мы отказываться не стали. И в этом году совершенно естественно фестиваль стал международным. Мы едем от Владивостока, самой восточной точки континента, до Лиссабона, самой западной точки. Через 30 городов, 15 российских, 15 европейских, 14 тысяч километров, почти 100 мероприятий. В общем, очень большой проект. Как здорово. Вот, как говорится, хороший отдых и работа летом, и не только летом, я так понимаю, да? Или это только исключительно на летний промежуток? Мы два месяца едем, где-то в середине сентября заканчиваем. Понятно. Ну, как раз в Лиссабоне так погода нормальная должна быть. Лена, ну вот у нас Самар любит кино так, как его любят в Владивостоке. Ну, я в Владивостоке, к сожалению, не была. Но я думаю, что везде люди одинаковые. И фильмы, посмотреть свой выходной день или в отпуск, да, в свободное время, каждый человек с удовольствием позволит себе это удовольствие. Вот. Еще хочу заметить, что Александр выбрал не случайно наш город. Они отбирали города, те, в которых есть уличные кинотеатры. Да, открытым небом. Вот. Замечательный кинотеатр, который находится в загородном парке, он уже существует пять лет. И он первый открылся у нас в Самаре, да, он очень известный. Поэтому именно там и будет проходить в этом году фестиваль. Угу. Вот. Я думаю, что все наши самарские жители поддержат наш город, придут и проголосуют за лучший фильм в этом фестивале. То есть будет и голосование в том числе? Да, обязательно. Поэтому мы просим каждого, кто придет, принести с собой какой-то светящий предмет. Будь то либо светящиеся палочки, либо светяшечки какие-то, да. Потому что голосование будет проходить в разноцветном вот таком вот виде. В этом году мы решили так. Угу. Здорово. Павел, ну расскажите о том, как все-таки сама арция реагирует на кино под открытым небом, аэрокино так называемое. Ну, вот правильно Елена подметила, да, то, что в этом году у нас нашему проекту юбилей пять лет. На открытии сезона у нас был уличный фестиваль танцев, то, что как бы это уже не первое мероприятие, которое у нас проходит на площадке. По сравнению с прошлыми годами, как-то самарцы забыли про наш кинотеатр и ходят очень мало и в голосованиях очень плохо участвуют. Так. Как бы активность, да, очень сильно пропала. Надо восстанавливать. Пытаемся разными способами, вот, благодаря международному фестивалю, может быть, как-то аэрокино снова живет. Ну. Просто так стараемся мы своими силами что-то как-то поднимать. Вообще, что такое аэрокино? Надо рассказать, наверное, нашим зрителям. Как это получается? Люди приходят, стоит экран, садись, куда придется? Нет, в этом году были установлены дополнительно десять лавочек. То, что, ну, большинство, сейчас пар все равно выбирает лавочки. То, что это более романтично, более удобно и все такое. Вот. Вот. А так вообще у нас на площадке размещается, ну, как мы ее называем, пенка. То, что это такой непонятная субстанция. В качестве подстилок мы выдаем, они выдаются у нас бесплатно. Ну, кто же хочет, берут мягкие кресла. То, что это уже как бы на желание посетителя. И рассаживаются по поляне. Не замерзают они там? На этот случай у нас есть пледики. Ага, то есть все предусмотрели. Да. И горячий чай, и горячий кофе. Здорово. Друзья, 202-11-22, телефон прямого эфира. Давайте с вами поиграем. И для всех прекрасных дам и молодых людей, которые хотят удивить свою прекрасную половинку, разыграем сейчас сертификат салон красоты Татьяны Храмовой. Вопрос мой не про кино, но про мультик. В 80-х годах в Финляндии этот знаменитый советский мультфильм запретили к показу на телевидении по причине излишней, как сказали тогда власти Финляндии, жестокости. Напомню, советский мультфильм. И вам три варианта ответов. Ну погоди, приключения кота Леопольда или Чебурашка. Во всех этих мультфильмах есть некое сопротивление, и может быть действительно какая-то жестокость, но в меру. Но вам придется угадать, какой же мультфильм в Финляндии в 80-х годах был запрещен к показу. Звоните на 202-11-22. Также ждем ваши рекомендации о просмотренных фильмах. Нашим всем зрителям и нашим гостям, мне в том числе, что, может быть, советуете посмотреть. Прямо рекомендуйте настоятельно. Сегодня вы только обсуждали с коллегами Вселенную Хоакина Феникса, или как-то так он называется, забыла. Про мужчину, который страдает сложным заболеванием, но является одним из самых умных. Стивена Хоакинга. Да, прошу прощения. Но есть у нас телефонный звонок, как так неожиданно позвонил нам кто-то очень быстро. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Видимо, готов был человек уже к телефонному звонку. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Эльвира. Эльвира, любите ли вы кино? Да, очень люблю. Так, что рекомендуете нам посмотреть? Рекомендую посмотреть... Ну, мне очень нравится «Загадочная история Бенджамина Баттона». А вы читали книгу? Я читала, к сожалению, читала другие произведения. Понятно. То есть это сейчас пока один из тех фильмов, которые вы нам можете порекомендовать? Да. Ну, хорошо. А готовы ли ответить на наш каверзный вопрос? Попробую. Ну, давайте. Ну, какой же мультфильм в Финляндии запретили в 80-е годы? Ну, погоди, «Приключения кота Леопольда» или «Чебурашка»? Я думаю, «Приключения кота Леопольда». Нет, это неправильный ответ. Друзья мои, вот облегчили мы вам немножечко задачу. Два варианта осталось. Очень хорошо подумайте, прежде чем звонить нам. Ну, погоди, «Чебурашка» 202-11-22. Ждем вашего правильного ответа. Спасибо большое. Елена, ну, расскажите, что будет в Самаре происходить и когда и как откроется фестиваль уличного кино? Он откроется 25 июля. Это будет суббота. В рамках этого фестиваля у нас будет проходить еще гастрономический кинопикник. То есть есть и смотреть кино. Все, как мы любим. Мало того, что есть и смотреть, можно еще поучаствовать в мастер-классах. Там будут различные мастер-классы и по йоге, и по приготовлению еды, и по хендмейю. То есть это мероприятие будет проходить в течение всего дня. С самого раннего утра с 10 часов мы ждем на площадке Аэрокино наших гостей. И в 20.30 начинается торжественное представление наших гостей. Слово будут держать? Конечно, будем перерезать дубль. Делать кадр один, дубль один. Как в кино. Да, кадр один, дубль один. Вот. Ну, я думаю, что народу будет очень много. Поэтому предлагаю заранее занимать места. Либо с собой приносить то, на чем, может быть, можно присесть. Да? Какие-то, может быть, подстилочки, пледики. Этот вопрос как бы мы пытаемся решить. То, что, возможно, будет расстелено по всей площадке. Ну, вот это вот, как я говорила, пенка. То, что можете приходить и сразу на них расстаживать. То, что будет где-то в районе 5-6 таких рядов. Дополнительное счет. Может, будет бой за пенки. Ну, возможно, да. И за место. И за место под солнцем. Но хотя уже, получается, под луной. Под открытый закат. Под звездами. Под звездами. Здорово. Красивая там площадка. Действительно историческое место в нашем городе. Такой ориентир там стоит. Стелла, статуя, памятник. Есть звонок у нас. Давайте принимать. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Меня зовут Наталья. Наталья, ну, расскажите нам, какой фильм, может быть, последний вы посмотрели или что-то, может быть, хотите нам порекомендовать? Я посмотрела последний фильм «Век отдали». Мне очень понравился. Так, любите такие фильмы, понятно. А что хотите порекомендовать? Я его бы порекомендовала. Причем с большим удовольствием посмотреть можно его. Понятно. Ну, здорово. Ну что, давайте с мультиками разберемся. Что же, как вы считаете, запретили к показу в Финляндии? Ну вот, по моим, так сказать, показателям этот мультфильм, ну, погоди. Это правильный ответ. Действительно, посчитали, что слишком много жестокости в этом мультфильме и, собственно, запретили. Но мне кажется, как-то вот все это, конечно, очень нелогично, потому что такое сопротивление кота и мыши, волка и зайца, ну, какой-то все-таки юмор. И не стоит воспринимать все это, конечно, слишком серьезно. Спасибо вам большое. Отправляйтесь в кабинет красоты Татьяны Хромой. Здорово, что вы нам позвонили. Ну и ждем ваших, друзья, рекомендаций. Какой же фильм стоит посмотреть? Что, может быть, вы посмотрели недавнее? Вы, может быть, почувствуете себя такими небольшими, но очень активными кинокритиками. Сделайте кинорецензию в прямом эфире. Почему нет? Ждем ваших звонков. Александр, какой фильм будем смотреть 25-го? Даже не один фильм. То есть такой нон-стоп будет? Да, нон-стоп. Будем показывать 10 короткометражек молодых российских, европейских режиссеров. У нас в течение года, мы в общем в течение года собрали почти 410 работ из 12 стран Европы. В течение месяца народные отборщики из 30 городов отбирали лучше. Были дебаты, были очень жаркие споры. В итоге было отобрано 10 таких наиболее интересных, смелых, ярких. Это фильмы или мультики тоже? Нет, это будут только фильмы, причем только игровые фильмы художественные. От 5 до 20 минут. Там вот такая программа у нас на 2 часа. В течение дня будет, да? В течение двух часов. То есть вот как только стемнеет, да, мы будем показывать кино. Но всякие будут фильмы. И экшен с перестрелками, и любовь, и травма, и трэш. В общем, каждый что-нибудь найдет себе во душе. Всем по чуть-чуть достанется. А все-таки какой-то большой фильм будет? Нет, большого фильма не будет. То есть мы, наш фестиваль, он о непрофессиональном, о молодежном кино. А молодые люди преимущественно в мире пока снимают короткий метр. Ну, понятно, потому что денег нет, потому что ресурсов и все остальное. А вообще, как, не знаю, может быть, случайно, не случайно, есть ли там самарские кинематографисты? К сожалению, нет. У нас всего из 10 картин 3 российские, и все, ну, все ближе к Москве. Ну, так уж повелось, что у нас в Москве снимают очень хорошо фильмы. Так, 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 это, мне кажется, непорядок. Самарские кинематографисты, где вы? Ну, хочу добавить, что совсем недавно я обнаружила у нас в Самаре молодого человека, который снимал фильм о нашем городе на фотоаппарат. То есть это быстрые-быстрые такие фотографии, да, их очень много, и, соответственно, очень много кадров. Мы хотим этот фильм показать, ролик, вот на этом фестивале, чтобы еще и наши... Обозначить Самару все-таки на этом фестивале. Да, увидели наши собственные достопримечательности, еще раз восхитились красотами того места, где мы живем. Кстати, о красотах того места, как так вот Елена, практически на правах моей соведущей, подвела к такому удивительному опросу. Мы на улице города спросили наших самарцев, что же они могут назвать, что они считают символом Самары. Давайте посмотрим, и вернемся в студию. Человек вот с этим, с гусем, или как называть, это символ Самары, потому что здесь приборостроительный, и как завод? Паниковский. Памятник Ленина, допустим, я сама коренная самарчанка. Потом еще что у нас тут? Памятник Чапаева. Ну, мне нравится площадь. Где это, как там называется? Где Волга? Красная площадь. Самарская площадь для меня символ. Мы всегда вот туда ездим и гуляем там, и праздники справляем туда ездим. Нам нравится вот это место, Самарская площадь. Ну, площадь Эволюции. Ну, там красиво, недалеко Волга. Недавно жил там. Все памятники, те, которые они у нас есть, они все нам дороги, и обо всех мы всех помним. И Ленина помним. Ну, вот жаль, что Сталина нет. Я любила Сталина и люблю Сталина. Ну, для меня символ Самары – это крылья Советского. Я как болельщина, в первую очередь. Для меня символ Самар – Волга, наверное, скорее всего. Мы согласны с любым символом Самары. Козлы так там эти, пусть козлы будут. Символ Самары для меня был мужчина с крыльями, да, который у нас стоит напротив нашей областной администрации. Сейчас, ну, я даже не могу сказать, что для нас является символом. Потому что в связи вот с последними событиями 90-х, начала, так сказать, 21-го века, мы уже как-то символику все истратили. Ну, эксцентричные горожане у нас проживают. Если вам есть что добавить к этому опросу, так же ждем ваших мнений по номеру 202-11-22. Сегодня говорим про фестиваль, международный фестиваль уличного кино от Владивостока до Лиссабона. 15 российских городов, 15 городов европейских, о которых мы тоже поговорим чуть позже. Вот прокатится с удивительным набором короткометражек наши сегодняшние гости. Ну, а мы вас всех приглашаем 25 июля в Заградный парк, где состоится целый день праздника, посвященный как раз-таки этому фестивалю. Мы ждем ваших рекомендаций о просмотренных фильмах. Может быть, вы хотите высказаться по поводу какого-то кино, порекомендовать нам что-то. В общем, ждем юных и не совсем юных кинокритиков здесь в прямом эфире программы «Универсальный формат». Звоните, звоните. Ну, мы поговорили про российские города. Это какие города? 15 можно не называть, но обозначить хотя бы несколько ключевых. Любимых? Что уже, где были? Проехали уже 9 городов. 9. Сейчас, давайте быстренько перечислю. Владивосток, Хабаровск, Оркутск, Красноярск, Новосибирск, Омск, Екатеринбург. Все теплее и теплее. Челябинск, Уфа. Вот, кажется, ничего не забыл. Разные города с разными активностями, с разными площадками. Где-то показывали кино на крыше, где-то на набережных, где-то на площадях, где-то в парках. Удивительные порой места выбирали местные организаторы. Очень понравился Красноярск в плане мест. Очень надеюсь, что самара переплюнет. Очень понравился Иркутск в плане активностей. Но иркутяне они такие, да. Ребята затащили на фестиваль северных оленей. У них были фокусы с жидким азотом, с электричеством, какие-то файер-шоу. В общем, вот, наверное, все, что в Иркутске было, они... Все собрали, все, что было. Очень здорово было. Вот, ну, у нас еще 20 городов впереди, так что есть там небольшой страх, но при этом, конечно, интерес, азарт. И, в общем, едем. Павел сейчас пытается в голове, наверное, где найти северных оленей в Самаре. У нас рядом только конюшни. Конюшни, да. Есть у нас телефонный звонок, давайте принимать. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, я Руд Наталья Николаевна. Просто я... Ну, меня как это... Наш символ Самары, это наши замечательные набережные. Конечно. У меня по Волге никогда, нигде такой нету. И наш отличный пивзавод. Ну, вот видите. Филатический театр. О, вот так вот уже мы назвали три, как минимум. Скажите, пожалуйста, какой ваш любимый фильм? Фильм? Да. Жестокий роман. Ох ты, хороший фильм, здорово. Вообще, спасибо большое за звонок. Вообще, моя мечта, я не знаю, когда-нибудь осуществится ли она, ну, в кинотеатре и в каком-нибудь, у нас их очень много в Самаре, сделать вот показы именно старых фильмов. Вот я не смотрела «Любовь и голуби» в кино. Я даже «Титаник» в кино не смотрела. То есть вот нет такого, вот очень хочется, чтобы какие-то фильмы именно показывали на большом экране. Лена, займитесь этим вопросом. А у нас уже было. Ну, одно дело на улице, когда не такой эффект, а другое дело, когда в кино сидишь и вот это все думаешь, как твоя мама, например, смотрела в каком-нибудь 85-м году «Джази только девушки» или еще что-то. И хочется это все посмотреть на большом экране. Почему нет? В общем, займитесь, друзья, кто-нибудь этим вопросом. Это очень нужно и очень важно. У нас, кстати, фотографий есть не очень много, но все же с разных городов, с разных показов фестиваля уличного кино. Давайте посмотрим, а нам наши гости расскажут. Ну, собственно, вот. Видите, что Александру придется еще ехать и ехать до Лиссабона. Как-то мне кажется, что путь нелегок. Ну, рассказывайте, где это? Это Уфа. Это буквально вчера мы устраивали показ. Очень большое количество людей, конечно, собралось. И уфимцы молодцы. Был дождь. То есть где-то вот с середины показов полило. Очень было холодно, но все были под зонтиками, все были хорошо одеты, и почти никто не убежал. Прямо вот бесстрашные люди. Это Владивосток. Это открытие. Наш замечательный ведущий Тимофей. Зажигает. Сколько в Владивостоке пришло человек? 20 тысяч человек прошло в Владивостоке. Это Омск. Голосование. Это голосование в Омске. Причем вот то место, которое мы видим, вот из деревяшек сделанное, это они специально под фестиваль построили. То есть в течение месяца волонтерскими командами делали сцену, делали амфитеатр. Очень здорово. Я так понимаю, все это останется, да, потом? Да, конечно. Зрители. Это Владивосток. Это Владивосток, да. С ума сойти. То есть они стояли? Ну, вы знаете, мы в Владивостоке не решили сделать кинопоказ, потому что два с половиной часа, наверное, они бы не простояли. Мы устроили церемонию открытия, такое церемониальное мероприятие, а потом уже поехали дальше. Молодцы. Владивосток ждет вашего кино теперь, в конце концов. Так нельзя. Мы им закончим. Закончим, это хорошо. Ну вот, пожалуйста. Это Красноярск. Удивительная, конечно, атмосфера. Там есть место, где очень большой до коризонта газон. И туда собрался, ну там половина Красноярска точно собралась. Причем люди проходили с детьми, с пледами, с термосами. С едой, все правильно. Кино просто к ним посмотришь. Уфа. Это снова Уфа. Ну то есть, в принципе, многолюдно, даже вот нет такого снимка, где бы вообще не было, ну так, массовости какой-то. Да, да. Ну это снова Красноярск. Я понимаю, что это какие-то активити тоже, да, у вас там есть? Огромное количество активностей. То есть мы видим наш фестиваль не только как, это тоже Красноярск, не только как фестиваль о кино, но и в принципе фестиваль об улице, о том, как можно взаимодействовать горожанину с улицей. То есть можно видеть улицу как место транзита, дом, работа, учеба и так далее. Можно на ней митинговать, можно на ней плеваться. А можно улицу наполнять своими культурными кодами, своими смыслами и что-то там делать хорошее, интересное. Вот об этом наш фестиваль скорее. Это вот в темноте не вижу. Это Иркутск. Фаршоу. Фаршоу, да. И песни можно попеть, и кино посмотреть. У нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Скажите, пожалуйста. Где будет проходить фестиваль? Хорошо, спасибо за вопрос. Лена, давайте отвечайте как организатор Самарского фестиваля. Фестиваль будет проходить в загородном парке, в центральном загородном парке, на площадке Аэрокино. Эта площадка находится в самом конце парка, возле памятника семье. Приходите с 10 утра до 23 вечера, будет проходить этот фестиваль. Если ориентироваться на главный вход загородного парка с вывеской, с теремком и так далее, просто идете по главной аллее вниз, вниз, вниз. Я думаю, что будет музыка какая-то слышна. Да, там будет очень много народу. Будет слышно ведущего народу. Может быть, организаторы позаботятся о каких-то указателях. Указатели обязательно тоже будут. Указатели будут. Павел говорит, что будет все так, что не пройдете точно. Ну, даже если пройдете, вернетесь, погуляете, я думаю, тоже на пользу пойдет такое развлечение. Пешие прогулки. Ну, друзья, у нас есть еще телефонный розыгрыш для вас, чтобы вы позвонили и ответили мне правильно на вопрос. Мы разыгрываем сертификат на 1000 рублей от Quest Time. Это квест-игра. В нее входят какие-то удивительные события, которые можно организовать на вашем празднике. Ну, вопрос у меня такой для знатоков, для всех тех, кто, может быть, разбирается в терминологии. Как вы думаете, что собирает человек, которого назовут не иначе, как стилофилист? Звоните. 202-11-22. Сертификат достанется первому правильно ответившему. Так, еще хочется у меня спросить. Павел, ну вот народ, который приходит в аэрокино, да, как бы, понятно, что люди разные. Какие фильмы вы показываете? Ну, у нас кинотеатр, да, как бы, мы стараемся в этом году показывать более старые, забытые фильмы. То, что украшение Строптьева было на позапрошлую неделю. А, Челентана. Да, то, что как бы у нас две недели подряд был Челентан. То, что игрушка, разные фильмы показываем. То, что российские фильмы мы еще не доходили. Но на День России, да, мы решили поставить Сталинград. Не было ни одного человека. Серьезно? Да, потому что у нас был концерт на площади Куйбышева, и все отправились туда. Да, то, что мы решили сделать такой вот... Не из-за того, что фильм... Патриотический показ? Да, ну, к сожалению, показа не было из-за того, что не было людей. Ну, друзья, надо активно восполнять пробелы в своем кинематографическом каком-то таком опыте. Смотреть кино, приводить друзей на свежем воздухе. Ну, давайте звонок принимать. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Светлана. Светлана, очень приятно. Вы звоните нам, ответите на вопрос. Да, я хочу попытаться. Давайте. Что же собирает, как вы думаете, стилофилист? Насколько я знаю, по-моему, карандаши и ручки. А как вы так вот узнали, догадались ли, какое-то логическое расследование провели? Знаете, вот кроссворды люблю рассказывать. Где-то вот я, по-моему, такой вопрос увидела. А я думала, может быть, вы знаете французский и лё стило вам что-нибудь. Не знаете французский? Нет, французский не знаю. Но это вот как раз карандаш пишущий. Я знала школьные программы. Ну, понятно. Но в любом случае, это правильный ответ. Скажите, пожалуйста, какой бы фильм вы нам порекомендовали и, может быть, какой вы посмотрели недавно? Я недавно посмотрела «Легенды осени» с Брэдом Питтом, который в восхищении был этот фильм. Рекомендуете? Да, абсолютно. А еще, может быть, какой-то фильм есть, который не то что недавно, но прям на все времена и всегда можете посмотреть? На все времена? Советский фильм «Честное небо» с актером Урбанским. Ух ты, какие у вас хорошие познания в советском кинематографе. Здорово. Это очень... Советский фильм. Спасибо большое. Вам ваш приз, сертификат на квест от Quest Time. Спасибо большое. Друзья наши критики, ну, ждем от вас еще рекомендации, что посмотреть, что, может быть, вы посмотрели. Какой фильм для вас на все времена и который, ну, как вы считаете, ну, всегда будет актуален. Если есть какие-то такие мысли, звоните. 202-11-22. Ну, мой вопрос следующий к Александру. Какие европейские города, как бы, охватывает ваш фестиваль? Почти все европейские столицы мы охватываем. Мы едем от Таллина до Лиссабона. Получается, у нас вся почти восточная Европа. Германия, Франция, Нидерланды, Испания, Португалия. Единственный момент, не заезжаем на остров на Великобританию и не заезжаем на юг на итальянские города. Да, просто потому что логистически все не получается. Но очень хотим заехать, может быть, в следующем году. И, кстати, раз уж я упомянул следующий год, в 2016-м мы сделаем фестиваль кругосветным. Мы пройдем от Владивостока до Лиссабона, затем на самолетах или на пароме до... Переместимся в Нью-Йорк, затем на машинах до Сан-Франциско, Токио, Владивосток. Опаяшем планету и планируем подаваться с этим проектом на книгу Гиннесса. Сумма, кстати, вот это, казалось бы, да, фестиваль начинался с обычного амфитеатра во Владивостоке. Вот какие планы, планы в громадье. А вопрос, чем программа Российская отличается от программы Европейской? У нас единая программа на все 30 городов. То есть вот еще раз расскажу о конве, о идеологии фестиваля. Наш фестиваль, он очень отличен от стандартных кинопроектов. Стандартный кинопроектов – это всегда несколько элитарная история. Для того, чтобы попасть мне, как житель Владивостока, в Канны, надо купить билет на самолет, затем купить билет на сам фестиваль, и в итоге лучший фильм все равно будет отобран не мной, а неким статусным жюри. Конечно. У нас все совершенно наоборот. Мы приезжаем в ваш город, мы устраиваем кинопоказ бесплатно, под открытым небом, настолько близко к народу, насколько вообще это возможно. И самое главное, мы делаем зрителя соучастником этого процесса. Мы говорим, друзья, а давайте вы проголосуете за лучшую картину. Что нам эти эксперты, что нам эти комиссии, жюри и так далее? Они больше знают кино, они более компетентные, они менее подкины эмоции. Но ведь президента в нашей стране, к примеру, выбирает народ, а не экспертный пул. Так давайте непрофессиональное кино выбирать народом. Вот, с этим едем, и, соответственно, у нас с собой в закормах 10 картин, которые мы везем из города в город. Люди голосуют светом, очень интересным путем. Люди поднимают англовые фонарики, телефоны, все, что светится. У нас специальный прибор собирают уровень света. Ух ты! То есть не аплодисменты, не крики, а именно уровень света. Именно так. Это, на самом деле, очень красиво выглядит, потому что у нас... То есть можно, если что, киловаттный фонарь какой-нибудь вынести? В принципе, да. Но пока еще никто так не делал. Можно берите идеи, приносите какое-нибудь освещение. Вот так, и, соответственно, к 30-му городу мы понимаем, какой фильм победил, и дарим победителю статуэтку, которую отливаем с кусочков металла, который собираем во всех городах вдоль... Экономный вариант такой. Собрали? Что в Самаре где? От какого памятника чего отковыряли же рассказываете? Следите за ними. Они только приехали. Мы только приехали. Скорее всего, у нас вот на нашем кинопоказе организаторы что-нибудь нам... Выпилят. Что-нибудь нам выпилят. На самом деле, это не просто кусочки металла, где-то взятые в каждом городе. Это металл, который как-то связан с этим местом. В Аркутске команда из 50 байкеров специально приехала на нашу площадку и подарила нам диск от мотоцикла, который в итоге тоже пойдет на эту статуэтку. То есть наша статуэтка, она максимально народная, так же, как и весь наш фестиваль. Но, конечно, самое... Ну, кажется, с диска можно всю статуэтку сделать. Ну, может быть, у нас там еще что-нибудь там... Поощрительный привык. Еще останется, да. Вот. Но самое главное, что получает режиссер, это, конечно, не статуэтка, а возможность показать свои фильмы десяткам тысяч людей по всему миру. Мы отыскиваем преимущественно неизвестных молодых ребят, которые делают талантливые работы, но делают их либо в стол, либо в какие-то свои муниципальные фестивали, и благодаря нам получают возможность прославиться на весь мир и найти деньги на полный метр, попасть на ротацию в телеканалы. Ну, в общем, вот путевка жизни для многих. Ну, вот все равно у меня интересует момент, раз уж мы говорим про экспертный пул и так далее, а кто ваши фильмы отбирает? Неужели вы настолько эксперты в кино, что можете говорить, что да, мы отбираем сами? Конечно, нет. Мы, может быть, эксперты там в организации киносестивалей, но ни в коем случае не в кино. У нас почти в каждом городе участники есть кинематографисты, люди, сведущие в кино, которые вот в дискуссиях отбирали лучший фильм. На самом деле, это вот очень важный вопрос. Дело в том, что, позиционируя фестиваль как народное явление, мы не могли принципиально выйти на Константина Хабиенского, на Никиту Михалкова, на кого-нибудь из мэтров кино, для того, чтобы пригласить их в нашу жюристскую коллегию, потому что мы бы тогда сломали бы всю народность. С другой стороны, выбирать все равно кому-то надо. Вот мы выкрутились тем, что мы вот таких народных отборщиков нашли, которые вроде как очень хорошо знают кино, но, с другой стороны, их фамилии не наводят на вострепет, и они, в принципе, ближе к народу, чем к некоторым. Понятно. Елена, вы же видели какие-то фильмы из тех, что приедут? В этом году, который приезжает, нет. Вот с того года, да. Ну и действительно есть на что посмотреть. В фестивале, да, это фильмы, которые рассказывают о жизни людей. Они такие жизненные, позитивные, очень интересные. Действительно, смотришь на одном дыхании. И, как сказал Александр, они в разных жанрах идут, поэтому никому скучно не будет. Люди, некоторые подходят, подсаживают все смотреть, некоторые уже уходят. Ну, время у всех, да, там разное. Да, да. Поэтому идет... Тут и сидит все, наверное. Ну, в основном, да. Основная масса все равно сидит. С фонарем. Это же очень интересно, когда ты не просто сидишь и смотришь, а еще от тебя зависит, да, решение лучшего фильма в выборе. Поэтому здесь вот важно еще как игра, да, игровой момент. А если придет тысяча человек, Паш, то дело придет? Разместим. На деревьях? Да, будут висячие места. Скорячники, стены. Ну, просто представляя площадку, сколько там вот максимум? Вообще, при максимальной загрузке, в принципе, 400-450 человек мы можем разместить свободно. Самара – это очень мало. Друзья, давайте побьем все рекорды. Ну, в Владивосток-то мы точно не побьем. Ну, будем надеяться, что у нас есть дополнительно еще рядом площадка, мы постараемся ее подготовить, но там уже придется людям приходить со своим. То, что более далеко будет от экрана, но все равно видимость будет хорошая. Понятно. Ну, а вот так вот, если на вскидку, в Владивостоке 23 тысячи, да? В других городах тоже тысячи приходили? Ну, 23 они же пришли просто… На площадь, на центральную, да? Посмотреть на то, как мы выдвигаемся и сказать нам там напутанные слова, а смотреть кино, вот так вот подготовленные на два часа, приходят по 700, по 800, по 1000 человек. То есть, в принципе, вот в стандартном городе мы собираем где-то 500-600 человек. И я очень надеюсь, конечно, что в Самаре будет гораздо больше. И, честно говоря, действительно всех очень приглашаю 25-го числа в наш кинотеатр. Перейдите с собой пледы, перейдите с собой термос, перейдите с собой любимых людей, детей, родителей, всех перейдите с собой. Тоже можно. 16-киловаттный фонарь. Как выяснилось, можно немножко смухлевать и оставить такую память о нашем городе. Железо тоже берите, там металлы какие-то драгоценные, как выяснилось. Здесь Александр тоже собирает от каждого города по чуть-чуть. У нас есть хлопушка, она здесь не просто так стоит, как у Чехова практически. Ружье, которое должно выстрелить. Прошу, может быть, сейчас показать нам Елену. Лена, давайте. Как в лучших традициях фильмов будем сейчас торжественно? Наверное, все вместе присоединяться к моему пожеланию, что второму международному фестивалю в Самаре быть. Аплодисменты. Зрители аплодируют, аплодируют. А, ну и уже тогда перейдем к подаркам, которые мы подготовили для Александра. Да, можно? Ну, конечно, конечно, у меня есть, минуточка есть даже. Да, конечно, лучший подарок – это магнит. У нас в Самаре вот есть такой замечательный теперь памятник, да, основатель нашего города, князь Засекин. Мы дарим Александру. Его коллеги, которая приехала. И такой маленький, утешительный пришлось, наш самарский шоколад. Да, для настроения, для боевого духа, настроя на то, что у нас все получится и все пройдет хорошо. Конечно, конечно. Ну что, друзья, спасибо вам большое, что пришли. Здорово, что наш фестиваль уличного кино в Самаре стартует 25 июля, и это мой день рождения. Так что я думаю, что все пройдет хорошо. Быть и в хорошей погоде, и хорошему настроению. И никаких, чтобы дубли не было. Всего доброго вам. Спасибо большое. До встречи. До свидания. До свидания.